Доброе воскресное утро! У нас дождь! Сейчас я вам дам послушать шум дождя и грозы. Так вот, в Москве наконец-то пришел дождь. Ну, он начинался еще вчера, но чуть-чуть. Но сегодня, я гляжу, будет идти весь день. Хотя погода обещает 25. Довольно-таки тепло будет. Сейчас в данный момент 18. Дышать нечем. Ну, вот сейчас уже свежесть пошла, да. И дождь прям тропический, прям стеной. Ой, а мне сейчас на работу бежать под таким дождем. Ничего, добежим. Ну, что еще? Я всем рада. Вчера я себе устроила выходной. Но вчера столько событий у Быковой. Ну, столько событий. Ёлки-моталки. Прочитав статью, вы знаете, хочется покрутить около виска. Вот честное слово. В 37 лет по залету замуж. Нет, народ, вот честно говорю, она осталась по развитию 15-летней дурочкой. Ну, да. Ну, это, вы знаете, как вот наркоманы, алкаши. Они вот как начинают, вот любой психиатр вам расскажет, психолог. Когда они начинают свою деятельность, когда их начинает клинить, в том возрасте они и остаются. То есть развитие останавливается. Так и у Быковой. Вот как начала она плавую свою деятельность в 15 лет. И от этого у нее прям дух захватывало. Так она и осталась в том уровне. Статью почитала. Вы помните все ее высказывания? Про Сашу не спрашивайте. Эта тема закрыта. А что происходит? Саша там, Саша тут, опять Саша, опять Саша. Гремит. Хотя народ ее не спрашивал про Сашу. Вот ее статья. И как она предохранялась, когда... Во-первых, вся статья сплошное вранье. Первые слова о Саше мы услышали тогда, когда она Быкова якобы отправила на вахту. Будучи беременной, в первой половине беременности, Вероникой. Когда она говорила, что у нее есть знакомый, да, у них один ребенок, но он ездит на вахту и получает больше 100 тысяч. Саша, самоучка, сварщик, вам ни о чем не говорит. Ба-бам, это Саша. И еще, я не знаю, конечно, но мне кажется, она с Сашей крутила еще любовь еще до Быкова. Так как Быков остался без прав, она была уже с правами, она уже ездила в город. Как она сказала, гуляет на набережной. Да, да, вы представляете, Саша так хорошо знал Мичуринск, что пригласил ее на набережную. А по статье она с ним встретилась, когда у нее уже был Хундай. Да, она была об автосервисе. Интересно, когда? Если ты в июне, в июле, грубо говоря, купила Хундай, а ты сказала, что вы полгода встречались. Это получается июнь месяц. Дальше что? Ты пришла... Ой, мне да я окно закрою, подождите минутку, а то у меня сейчас дождь косой. Ух, какой косой. Это самое. Ты сказала, что Хундай, значит, за полгода ты уже ездила на техосмотр. Да, на ТО, я так поняла. Но что-то больно быстро. Ты на ТО ездила, по-моему, не раньше августа месяца. Или сентября. И уже на Новый год ты притащила Саню в виде Деда Мороза. Знакомить с детьми. А до этого ты с ним встретилась 5-6 раз. Да, ты начала предохраняться. Значит, так предохранялась. Значит, забывала пить таблетки. Пластырь себе надо было не на руку клеить, а там заклеить совсем. И вдруг она бах и залетела. Сказка про белого бочка. Скорее всего, там все было не так. Никакой замерзшей беременности не было. Это было все придумано. Скорее всего, она попала на с кровотечением маточном. На чистку. На выскабливание. А то меня сейчас будут медики все поправлять. Вот это, скорее всего. И беременности никакой не было. Это было все. Вот это, ну я опять же говорю, это мой взгляд на эту ситуацию. А потом, когда она эту сказку развеяла, ей очень хотелось, чтобы Саша с ней остался. Но она прекрасно знала, что Саша женат. Как-то Саша был разведен. Он просто не жил с женой. Так же, как и ты, лазил по сайту знакомств. Что Саша искал? Теплое гнездышко. Видит тебя, дурочки? Он и нашел. Ага, баба-блогер. Деньги есть. Машину подарили. Что он тебе в течение года, еще он не приезжал. Все прекрасно видели. Можно зайти в комментарии, где он тебе шлет цветочки. Это все, на что он был способен. Так он и остался. Ну что еще? Вот это она говорит, девочки, не пытайтесь выйти замуж. Ну ты же сама пыталась. И тебя жизнь ничему не учит. У тебя один педофил, другой абьюзер. И это тоже абьюзер. Он тоже тебя, он на тебя орал. Быкова, неужели ты до сих пор не поняла, что тебя никто не любит? Ну вот от слова совсем никто, ни один мужик тебя полюбить не может. Поначалу ты старалась завоевать Сашу. Не Саша тебе, а ты Сашу. Ты похудела. Ой, молния. И постройнела. И косметологом ходила. И прям такая девочка-девочка. И потом такая бабища лет под 50. Хотя ей 37. Вот кому такое вот квашняк-квашнёй понравится? Какому мужику? Не важно сколько ему лет. 30, 40, 50, 60. Понравится вот эта субстанция такая. Холодец. Я не знаю. Может быть и есть любители. Но я думаю, что всё-таки мужики любят пускай пышные дамы, но чтобы они были крепкие. А это... И как она вчера на стриме говорила. Он на неё орал. Он её ненавидит. Она уже сама поняла, что её любить нельзя. Даже Санёк её. Потому что ты, Быкова, не оправдала его надежды. Так, и насчёт ребёнка. На предпоследнем стриме, где был Санёк, когда ты спрашивала, кто родился, когда держали, как назвали дочку, все знали, обзорщик, как назвали. Одни твои хомяки не знали. Да. И он говорит, ты же хотел дочку. Он сказал, это ты хотела. Вот ты же хотел ребёнка. Он сказал, нет, это ты хотела. Кому интересно, есть нарезка у девочек. Вы понимаете? Он не хотел этого ребёнка. Он хотел сладко жрать, сладко пить и иметь около себя хоть какое-то тело. И не работать от слова совсем. Не то, что с варочком на вахте. Вообще не работать. Он такую дурочку себе искал. Дурочка с переулочка. Вот и нашёл. А тут бам и облом. Так какая там любовь? Какая-така любовь? Помните любовь о голубе? Никакой любви не было. Изначально не было. А эта дурочка ведётся. И будет вестись. Это ещё не первый, не последний случай. Подождите. Сейчас вот работник приехал. Я думаю, он и не уезжал. Он был там. И она сразу же сейчас переключится обрабатывать этого работника. Вы помните тот момент, когда приехал Сергей Петрович? Вчерашний стрим. Как она говорила? Сергей Петрович уехал, потому что не оправдались его надежды. Я ему так нравилась. Он за мной так ухаживал. Он так со мной хотел, чтобы мы были вместе. Но не судьба. Тут появился Саша. Поэтому Сергей Петрович уехал. Да ты что? А у Саши тоже не оправдались надежды. Он хотел на тебе жениться. А ты вот такая умная не согласилась. Но ребёнка родила. Да. Сиди, я сам открою. Прям такая она красавица. Прям такая умница. Быкова, с тобой мужики могут жить только за деньги. Будешь платить, будут жить. Не будешь платить, будешь одна своими коровами. Это я тебе обещаю. Да. Не любят таких женщин. Тем более с таким приплода. 11. Ну ладно, трёх отнимаем. 8. От разных мужиков. Не, не судьба. Ну и вчерашний же стрим тоже самое. Был трэш. Но ей начали донатить на поросят. Ну что вы. Аж на трёх поросят. Два в стриме и сегодня в лепёшку показали. Всё. Собирают быковый поросят. Молодцы. Молодцы. Что ещё сказать? Возьмите с полки пирожок. Сейчас вы ей донатите на поросят. А потом вы будете вот эту свинину у неё покупать втридорого. Молодцы. Хорошая инвестиция. Вложили деньги. И потом же у неё будете покупать по обещанным ценам. Вы ей потом ещё корма купите. Да. Ну молоко у неё отходы. Она попоет и так. И у неё будет 200% прибыль. Молодцы хомяки. Я вас поздравляю. Шарик, ты балбес. Ну как ещё так. Больше никак. Или это была затравочка. Видите, мне люди шлют. Там уже на трёх поросят задонатили. Ещё осталось 7. Потому что Быкова решила брать десяточек. Теперь она переключается. Ей сало надо много. На русских белых. Ну как-то так. В общем так. Про Сашу мы не говорим. Да. Чёрное и белое мы не показываем. Да. Про Сашу мы не говорим. А у Быковой с языка не сходит. Мало он на тебя орал. Надо было по башке ещё настучать. За что я? Да, я. Потому что тебя в детстве мать не порола. Надо наверстывать. Может быть по жопе получишь. В мозгах чего-то включится. Ну как-то так. Да. И ребёнок стал не нужен. У-у-у. Саша. Нет. Когда она поняла, что Саша на неё насрал. С высокой колокольной. Да. Это же слова им Быковой. Сейчас Варвара будет ей мешать. Да. Саша этот ребёнок, он чисто говоря, фиолетово. Он себя любит. Так же, как и ты. Ну всё, мои дорогие. Я уже наговорила на 13 минут почти. На этом я прощаюсь на сегодня. Всем здоровья. Хорошей погоды. У нас ливень закончился. Ну ещё идёт. Вот. Стёкла все в дожде. Потому что дождь был косой. Ну, хоть стало посвежее. Всё. До встречи. Всех люблю. Всем пока-пока.